МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас в студии городской среды. И сегодня у нас в гостях юная участница. Представлю вам ее. Это Камилла Аслямова, первая среди призеров международной олимпиады по русскому языку среди школ с родным нерусским языком обучения. Здравствуй. Здравствуйте. Мы договорились, что мы с Камилой сегодня на ты. Камилла, хочу спросить, вообще первый вопрос задать. Как это было? Где проходила олимпиада? И с каким настроем ты к ней подошла? Для меня это была вторая олимпиада. Первая олимпиада проходила в городе Казань. Это была олимпиада по татарскому языку в апреле. И сейчас мы, сейчас буквально две недели назад состоялась олимпиада по русскому языку в этом же месте, в деревне Универсиады. Это были невероятные эмоции, невероятные впечатления, которые надолго на меня запомнятся. В течение 4-5 дней мы ездили по разным экскурсиям. То есть мы побывали, именно нас водили на экскурсию по Кремлю. Также мы съездили и посмотрели комедию Салавата Юзеева в театре Карима Тинчурина. В первый день это было, все участники съезжались на эту олимпиаду. Во второй день состоялся письменный тур, который длился около 4 часов. Ух ты, а что же вы там писали 4 часа? На самом деле задания были не такими сложными, как кажется. Я считаю, что любой участник мог справиться с этим, потому что все задания были составлены на основе школьной программы. Единственное, они были направлены на более творческую сторону. То есть это было какое-то сочинение? Да, сочинения тоже были. И нужно было как-то выразить свое мнение и показать какие-то свои навыки, не только именно в знании русского языка, но также и в сверхискусство. Допустим, в последнем задании нужно было написать сочинение, связанное со декоративно-прикладным искусством. И нужно было написать именно свои знания, все, что ты знал по этому поводу. В чем писала ты? Я писала о дымковских игрушках, потому что на тот момент это было единственное, что я вспомнила. Но также я расписала про росписи, про Гжейлевскую роспись, про Жостовскую, про Хохламу и написала немного про матрешках. Интересная тема для девушки татарской национальности. Да, очень. Ну, я закончила художественную школу, поэтому это задание не составило для меня труда, и какие-то базовые знания в этой области у меня были, поэтому я написала на максимальный балл это сочинение. Если говорить об участниках, сколько их было, откуда они приехали и была, ощущалась ли конкуренция между вами? Было очень много участников. Съезжались с различных субъектов Российской Федерации, а также с Республики Казахстан. Насчитывалось около 220 участников. Было очень, на самом деле, интересно общаться с ними на разные темы, а также в области русского языка, потому что это какой-то новый опыт. Также, ну, так как в основном эта олимпиада была рассчитана для участников с нерусским языком обучения, большинство общалось на татарском. Это были разные диалекты, и очень, на самом деле, было интересно проследить следить это различие между нашими языками. И именно этот дух, так скажем, это нас вплотило, это общая олимпиада, общая тема. И это было очень интересно. Но конкуренция, на самом деле, конечно же, ощущалась, потому что это очень масштабная олимпиада, на которую приезжал также и министр образования, и наши работы проверяли люди с высшим образованием, из КАФУ. И, конечно же, все это не могло не вызывать какую-то тревогу, трепет и волнение. Как ты с этим справилась? Кто тебя настраивал на хороший результат, вообще на спокойствие? Справиться с волнением мне помогала, конечно же, моя семья, моя учительница, которая была со мной рядом на тот момент. Учительница по русскому языку? Да, учительница по русскому языку. Как ее зовут? Зинатова Леосяна Афисовна. Это учительница твоей гимназии номер один имени Ильдии Фахридина? Да. Как раз-таки, если мы затронули уже тему учителя, как вы вообще готовились к олимпиаде? И какие уроки, какие важные и особенные знания, может быть, твой учитель тебе передал? Кроме того, что мы говорим про грамматику, пунктуацию, да, все это, естественно, важно. Но, может быть, что-то особенно запоминающее на тебя говорила? Она обучает меня уже 6 лет, с 5-го класса. С 5-го по 9-й она являлась моим классным руководителем. Сейчас она просто учитель по русскому языку? Сейчас, да, просто учитель по русскому языку. Она строгая в какой-то мере, требовательная. Она в то же время добрая, мягкая. И, на самом деле, многие ученики, допустим, когда я общаюсь со своими друзьями с других школ, некоторые боятся своих учителей, как-то ненавидят их или не любят. На самом деле, в нашей гимназии вообще такого нет, ну, по крайней мере, у меня все учителя очень понимающие, доброжелательные. Когда ты узнала результаты? То есть это было известно сразу, через какое-то время? И рядом с тобой, так понимаю, была учительница твоя? Да, в этот день со мной была учительница. То есть мы писали Олимпиаду 4 часа. После этого нам провели экскурсию по городу Казань. Тоже она длилась около 4 часов. И ближе к вечеру, в районе 8-9 вечера, были известны результаты. То есть сначала нас всех собрали в один общий зал, общий кабинет, где рассказали, в принципе, о том, что ожидалось от учеников, какие должны были быть примерные ответы, какие варианты ответов встречались в целом. И далее нас уже созвали в другой отдельный кабинет, где были только участники. Мы по отдельности заходили и смотрели свои работы. Сохранялась анонимность, то есть заходило по двое-трое человек, смотрели свои работы, свои баллы. Если были вопросы, обращались к проверяющим и сразу же выходили. Этот процесс затянулся немного подольше, но на самом деле вот это ожидание, это было волнение, на самом деле. Еще больше волнения стало. Да, еще больше волнения того, что ты ждешь. Некоторые с улыбкой на лице, но сразу понятно, что они были довольны своими результатами. Некоторые были со слезами, некоторые даже были расстроены. Сразу понятно, что они были недовольны. И вот когда смотрела на людей именно расстроенных, я боялась, что мне, возможно, тоже это ждет. Но я верила, что у меня должно быть все правильно и все будет хорошо. Как получилось? Все было просто замечательно. Я вообще, вся Олимпиада именно письменного тура оценивалась во 103 балла. Я рассчитывала на 60-70, а получила 86. Это был на самом деле очень высокий балл, и я была очень безумно этому рада. Как только вышла из... Ну, узнала об этом, сразу же сообщила учителю и всем своим родственникам. Что испытали родственники и учитель? Они, конечно же, были рады за меня, поддерживали тоже. Моя радость, мои эмоции передались и им. Это было вообще незабываемо на самом деле. Олимпиада — это уникальный опыт, я считаю, который, если есть возможность, который должен пережить и прочувствовать каждый. Потому что Олимпиада — это не экзамен, это то, то есть во время нее ты просто проверяешь свои знания, свои умения, которые ты уже наработал в течение этих всех лет. Это возможность проявить себя, возможность показать себя, а также возможно получить какой-то результат. Она направлена более на творческую сторону человека и развивает какие-то новые навыки. А также нельзя не сказать тот момент, что она одновременно готовит к тебе к экзаменам, потому что мы писали, у нас заводили все строго, с паспортами. То есть как репетиция ЕГЭ, можно сказать. Как репетиция ЕГЭ, да. Длилось ровно 4 часа. Сейчас у нас небольшая реклама, мы вернемся очень быстро. Это «Городская среда», мы продолжаем. Камила, хочу спросить еще о том, чем ты вообще интересуешься, помимо учебы, помимо школы? Есть ли какие-то хобби, интересы, увлечения? Да, конечно, школа не занимает все мое свободное время. Я очень сильно увлекаюсь рисованием. Три года назад я закончила художественную школу. Отлично. Я безумно люблю рисовать. Это то занятие, с помощью которого я как-то могу расслабиться, могу как-то проявить себя, может быть. Вообще работа именно с картиной, с холстом, с бумагой, с акварелью, с гуашью, с кисточками, и все, что с этим связано, доставляет мне неимоверное удовольствие. Это вообще очень прекрасно на самом деле. И я благодарна Аллаху за эту возможность, за эту способность, которую я имею. Потому что я считаю, очень важно, чтобы человек занимался чем-то помимо учебы, чтобы он мог как-то отвлечься. Ты всесторонне развитый человек. Ну да, можно и так сказать. А что именно ты рисуешь? Что любишь рисовать? Я очень сильно люблю рисовать природу, в частности пейзажи разных времен года, натюрморты, цветы. Ну так как по религии у нас запрещено рисовать живых людей, живые лица, поэтому я именно рисую вот такие неодушевленные предметы. Но в этом есть и своя прелесть. На самом деле природа настолько прекрасна, настолько красива и живописна, что это просто не передать словами. Рисование дает, так скажем, такое умение находить красивое в простых, обыденных вещах, а не в чём-то великом, допустим, в богатстве или в карьере. А вот просто, например, идёшь по улице, я иногда замечаю, какое красивое дерево. Нет, ну никто бы, наверное, об этом не задумывался. Как бы нарисовать? Да, вот бы нарисовать, да. Очень у него такие красивые живописные ветви. Прямо это прям, я не знаю даже, как это выразить. И сегодня даже я иду на интервью, и повсюду тополин и пух. Возможно, многие на него жалуются. А Камила находит в тополином пухе что-то прекрасное. Что-то прекрасное, да. Это очень красиво, да. Если говорить вообще вот, откуда в тебе столько талантов, столько умений и быть лучшей в русском языке, да, и художественной таланты, в семье это как-то принимается? И вообще вот такой вопрос назревает. Русский язык для девочки из татарской семьи. Насколько ты считаешь, что он важен, нужен, его нужно знать и изучать? Русский язык играет очень важную роль в моей жизни. Русский язык — это язык межнационального общения, на котором общается около 300 миллионов человек. И русский язык, он настолько красивый, настолько богатый, настолько величественный, что он не может, так скажем, не вызывать все эти эмоции, которые имеются во мне по отношению к нему. Русский язык, он очень просторный, великий, и это на самом деле невероятно даже, допустим, когда я готовилась к Олимпиаде, я именно подробно рассмотрела раздел лексикологии, поэтому, так как по моим наблюдениям, ну, исходя из школьных этапов, муниципальных, республиканских, часто встречаются задания, больше связанные именно с этим разделом, поэтому я сделала упор именно на лексикологию. И на самом деле это вообще невероятно. Я столько нового узнала для себя, что не говорилось именно на уроках русского языка, что лексикология, она вообще настолько богата. А, например, допустим, это историзмы, это неологизмы, и каждый из них еще делится на несколько видов. Это вообще очень здорово, на самом деле. Я не знаю, есть ли человек, который тоже так, так скажем... Любит русский язык? Нет, не любит русский язык, а, так скажем, восхищается, возможно, таким каким-то простым деталям. Ну, например, допустим, слово «стакан» раньше называли, раньше его называли «до стакан», а потом через некоторое время «стокан», а теперь «стакан». И вот это развитие с каждого слова, каждого значения, то есть в течение времени меняется именно значение слова, то есть их употреблением. И вот именно по учебнику, по которому я готовилась, вот я узнала очень много нового для себя и еще больше полюбила этот язык за его могущественность. Как я и сказала, лексикология, она настолько богата, что даже вообще изучить этот раздел невозможно. Огромный раздел, огромный раздел, да, это вообще не может не вызывать какого-то восхищения или каких-то таких приятных чувств. Про русский язык мы поговорили. Какое место в душе, в семье татарской девочки занимает татарский язык? Это отдельная история. На татарском языке мы разговариваем кругу семьи, в частности с бабушкой, с мамой. И своей любовью к этому языку, конечно же, я обязана своей бабушке, потому что она работала учителем татарского языка около 30 лет и смогла передать мне это трепетное отношение к нему. Татарский язык, он для меня особенно важен, потому что он является для меня родным. И на татарском языке я общаюсь со своими родственниками, а также со своими учителями в школе. За это я особенно люблю свою татарскую гимназию, за то, что со всеми учителями можно поговорить на татарском языке, на своем родном языке. И вот именно этот язык сближает нас всех, и именно чувствуется эта теплая, домашняя атмосфера. Татарский язык, он также неимоверно важен, неимоверно интересен. Его изучение также вызывает во мне много теплых эмоций. Также я безумно благодарна своим учителям татарского языка. Это Гуляск Абдуловне, Рыне Грязановне, которые тоже повлияли на мое отношение к нему, пробудили во мне любовь к нему и научили меня чему-то новому, научили анализировать произведения. Начали как-то по-другому относиться именно к жизни, исходя из идей и мыслей автора, которые они хотели донести в своих произведениях. И это прям здорово. Если говорить о планах на будущее, вот впереди у тебя выпускной класс, одиннадцатый, экзамены через год, с какими ощущениями ты подходишь к этому моменту в своей жизни? Волнуешься уже или считаешь, что ты совсем справишься? И о планах, естественно, кем планируешь стать в будущем? Да, конечно, я волнуюсь, как и любой другой выпускник, как и любой другой одиннадцатиклассник, потому что наступает именно тот важный момент, когда мы берем свою жизнь в свои руки, то есть готовимся к экзаменам. Именно от нас самих зависит на то, насколько мы напишем ЕГЭ, насколько мы хотим добиться своей цели, насколько мы хотим стать кем-то. Я считаю, что я со всем справлюсь, потому что, во-первых, эти предметы, которые я выбрала, это литература, общество, знания, ну, также уж обязательно русский язык, математика, эти предметы не очень дорогие, я их люблю. И вообще изучение этих предметов очень интересно на самом деле. И вот, как я считаю, важный момент именно в подготовке — это любить то, что ты делаешь, потому что желание и мотивация, не только желание и мотивация, помогая достигать своих целей, это я уже выяснила из Олимпиад, из ОГЭ, которые проходила два года назад. А с чем ты свяжешь свою жизнь? С русским языком, с татарским? В будущем я хочу стать учителем русского языка и литературы. В начальных классах я хотела быть учителем татарского языка. Далее в пятых, шестых классах мне очень сильно нравилась математика. Ну и в седьмых также я думала об этом. Но вот именно в девятом классе при подготовке к ОГЭ по литературе я поняла, что мое призвание и мои предметы — это русский язык и литература. Это те предметы, которые я хочу изучать всю свою жизнь, хочу прививать к ученикам, любовь к ним, любовь к чтению, любовь к книгам. Потому что литература и книги — это то, что сопровождает человека всю свою жизнь. Они учат чему-то новому, учат по-другому смотреть на жизнь, на какие-то вещи. И также, исходя из поступков героев, мы можем как-то анализировать свою жизнь, может как-то что-то изменить, поменять или найти в себе силы или энергию для достижения своих собственных целей. И однажды Камила Слямова из учениц первой гимназии придет туда учителем. Возможно, да. Но я со школы еще не определилась. Но, скорее всего, да. Спасибо тебе, что ты сегодня пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась ею с нашими зрителями. Мы благодарим тебя. Спасибо большое вам за то, что пригласили меня. Это была «Городская среда». Добивайтесь своих целей. До встречи!